Воспитанники отделения прыжков на батуте спортивной школы ИКАР вернулись с чемпионата и первенства Нижегородской области. Юные спортсмены привезли целую россыпь наград. Воспитанники ИКАР в течение года принимают участие в нескольких соревнованиях. Одно из знаковых и традиционных первенства области. Из года в год юные батуттисты возвращаются оттуда не с пустыми руками. 16 у нас призовых мест. Привезли 6 золота, 6 серебра и 4 бронзы. Это было у нас в личном первенстве. Это не первое мое первенство области. У меня уже было золото. Перед стартом я вздохнула и сосредоточилась. И была очень рада, когда заняла место. Помимо первенства в этот же день проходил и чемпионат области. В общей сложности на соревнованиях выступили около 100 человек. Представители шести спортивных школ региона. Младшие воспитанники порадовали тренера победами на первенстве. А самые старшие отличились на чемпионате. Это Давыдова Тамара. Она выиграла. Чемпионкой области стала. По мастерам. И Славин. Ну, Славин четвертое место занял. Немножко неудачно выступил. Таисия Рычкова с раннего детства занимается прыжками на батуте. На первенстве области она заняла первое место в возрастной категории 12-14 лет. Участников этого возраста было много. Шанс завоевать золото Таисия оценивала как 1 к 100. И тем ценнее для нее оказалась победа. Прыгала спортсменка по разряду кандидата в мастера спорта. Ну, чтобы присвоить себе разряд, нужно как минимум доказать, как бы выступить. Ну, мне говорили два раза выступить хорошо. И ты присваиваешь себе разряд. Первый раз, вот сейчас, когда я выступала, я заняла первое место, показала хороший результат. И в следующий раз, когда мы поедем на следующее соревнование, я присвою себе, ну, займу какое-нибудь призовое место и присвою себе кандидата. Поэтому мне нужно готовиться. Даниил Кермаков также отличился на первенстве. За его плечами уже 8 лет упорных тренировок, многочисленные соревнования и награды. В этот раз прыгать пришлось на двойном мини-трампе. Там суть по сложности, по ногам, если они кривые, то снижают оценку. Ну и по шагам. Кроме того, до этих соревнований в Тольятти проходил чемпионат и первенство Приволжского федерального округа. Приезжали спортсмены из 9 регионов. По итогам этих соревнований из команды ИКАР отобрали нескольких человек для участия в чемпионате России в сентябре. Центр внешкольной работы возобновляет проект «Дворовые площадки». Педагоги и аниматоры ЦВР будут проводить со школьниками различные квесты, игры и викторины. Фитнес, танцы, вокал, рисование. Освоить новое направление деятельности за один месяц может любой желающий во время летних каникул. Центр внешкольной работы приглашает ребят на краткосрочные программы дополнительного образования на базе клубов по месту жительства. Это будет еще мини-футбол, программа по мини-футболу. Это будет настольный теннис. Это будет пауэрлифтинг. По расписанию в основном все эти программы будут реализовываться в утренние часы, то есть с девяти и до обеденного времени. Единственное отличие это пауэрлифтинг, потому что там в основном подростки, молодежь. Они у нас любят утром хорошо поспать, поэтому они приходят во второй половине дня. Также летом стартует уже традиционная и полюбившаяся детворе дворовая практика. На семи площадках города педагоги-организаторы и аниматоры будут ждать ребят, чтобы поиграть с ними в спортивные и интеллектуальные игры, пройти квесты и викторины. Мероприятия во дворах пройдут с 15 до 19 часов в будние дни. В рамках проекта «Дворовая практика» Центр внешкольной работы помогает в трудоустройстве несовершеннолетних подростков. В основном это дети, которые в течение года посещали наши клубы, помогали нашим педагогам, знают деятельность нашу от и до, поэтому они сейчас покажут себя, но это своего рода вознаграждение за их работу в течение года в клубе. Конечно, оплата не очень большая, но тем не менее это мрот. С пользой провести летом могут и взрослые. Проект «Спорт. Норма жизни» нацелен на разные категории населения, от детей до пенсионеров. Совместно с инструкторами на спортивных площадках города можно заниматься различными видами спорта, выполнять физические упражнения с гантелями или на уличных тренажерах. Занятия проводят бесплатно. Это три площадки в городе по Павлико-Морозово. Там в основном дети и молодежь собираются на эту программу. Этот проект реализуется уже с начала апреля, поэтому уже контингент постоянно есть. Это Казамазово-10, та площадка, на которой мы сейчас находимся, и площадка клуба «Сокол» по Куйбышево-3. Там в основном люди пенсионного возраста, которые собираются, и с нашим педагогом, с инструктором работают и повышают свою физическую активность. С расписанием занятий можно ознакомиться на самих спортивных площадках, записаться на программы дополнительного образования или узнать подробную информацию о летних мероприятиях ЦВР можно по номеру телефона 98 103. В Сарове завершился чемпионат города по футболу среди детских садов. Полторы недели маленькие спортсмены боролись за выход в финал. Схемы игр мини-футбольного турнира среди детских садов Сарова одинаковые на протяжении уже пяти лет. 21 команда делится на семь групп. В каждой группе играют круг по две игры. В итоге победители образовывают золотой финал. Вторые выходят в серебряный, третий – в бронзовый. Всегда жарко, здесь всегда солнце светит, море позитивных улыбок. Иногда дети плачут от счастья, иногда где-то обидно от поражений. Я уже говорил, пасмурная погода, но душе как-то тяжковато. А вот мы начали играть, и к концу турнира прямо на душе спокойствия и радости. От них вот заряжаешься энергией. В финале футбольного турнира малыши боролись за бронзовые, серебряные и золотые кубки, а также за главный переходящий кубок чемпионата. За победу на футбольном поле схватились два лидера турнира – детские сады номер 8 и 30. А третьи и четвертые места в золотом кубке и в общей таблице соревнований разыгрывали детские сады номер 9 и 35. В упорном сражении золото и переходящий кубок взял детский сад номер 30 «Гвоздичка». Я был защитником, и мне нужно было выбить мяч просто к чужим воротам. И мне это было чуть-чуть тяжело, чуть-чуть легко. Серебро турнира завоевала команда 8-го детского сада. А игрок детского сада номер 19 Александр Костин забил 17 мячей ворота соперников и стал лучшим бомбардиром турнира. Мы хотели сначала, думали, что мы проиграем, но потом на один, ну, больше они забили нам, и мы, ну, второе место заняли. Мы старались. Да, мы старались. Было очень сложно. Я раньше не любил футбол, я не знаю, как давно, меня мама, наверное, на футбол записала. Вот, я начал играть и начал хорошо тренироваться. И мне тренер говорил, молодчик, красавчик. Победители и призеров футбольного турнира среди детских садов Сарова наградили медалями и кубками. Проект молодежного центра «Бадминтон. Спорт равных» победил на всероссийском конкурсе «Росмолодежь-2022». Проект молодежного центра «Единственный Сарова» получил поддержку. Уже несколько лет в молодежном центре детей учат играть в бадминтон. Есть две программы – «Общий вид спорта бадминтон» и «Спорт глухих бадминтон». Вторая программа – предпрофессиональная, полностью адаптированная для детей с нарушениями слуха, чтобы они овладевали техническими навыками. Воспитанники молодежного центра достойно выступают на различных спортивных соревнованиях, в том числе и международного уровня. В этом году к этим двум программам добавится третья. Благодаря победе проекта «Бадминтон. Спорт равных» на всероссийском грантовом конкурсе в августе молодежный центр начинает интенсивный курс по бадминтону. Руководитель проекта «Парамонов» Артем Дмитриевич – это воспитанник молодежного центра, который много лет тренировался под руководством Точилина Елены Михайловны. Это вообще отдельная история, история успеха, удивительного человека. который, несмотря на свой недуг, Артем является инвалидом по слуху, он тренировался с детства, занимался плаванием и больше 10 лет уже занимается бадминтоном, является кандидатом мастера спорта. Средства гранта пойдут на закупку спортивного инвентаря и оборудования. Новый проект нацелен на обучение детей и членов их семей игре в бадминтон. Тренировки будут идти 6 месяцев, 3 раза в неделю. 7 месяц посвятят подготовке к соревнованиям, затем участников проекта ждет внутренний турнир. Проект рассчитан как на здоровых детей, так и на ребят с нарушениями слуха. Также на тренировки приглашают родителей и других членов семьи ребенка с ОВЗ. Этот проект несет еще и социальную адаптацию таким детям. И родители, находясь вместе с детьми или членами их семей, они погружаются в тренировочный процесс, они видят изнутри, как это все проходит, что они совершенно спокойно могут оставить своего ребенка. Ну и потом многим детям просто сложно адаптироваться, так скажем, в чужой обстановке. Сложно найти иногда на первой ступени общий язык с тренером. А здесь всегда рядом человек, который поддержит морально. Обучение в рамках проекта бесплатное. Занятия начнутся в августе. Возрастная категория детей от 7 до 14 лет. Возраст взрослых не ограничен. Записаться можно по номеру 99 118. Субтитры подогнал «Симон»!